Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунс ТД-6. И в этой серии я буду проходить нашего Лича Магилорда. Но перед этим я вам скажу о том, что это первое видео в 2022 году. Даже не верится, что он уже наступил. Всех вас опять с Новым Годом, хочу я поздравить. Надеюсь, что все будет хорошо, этот год пройдет просто отлично. Единственное, что мне не нравится, так это то, что прошло всего пару дней с Нового Года. Тут уже все изменили. У нас что, уже лето наступило? Это, конечно, странно. Так, давайте тут мы проходим. Остров Лотосов, прикольно. Водная карта. Так, здесь нам тогда точно понадобится наш новый парагон. Флибустир? Да. Называется, пару дней не играл. Пару дней себе сделал такие, ну, прям каникулы новогодние. И уже обо всем забыл. Так, ставим пока что Абзену с дротиком сюда. Здесь она как раз-таки вроде бы нормально видит. Копим на Бенджамина. Меня очень удивляет то, что это легкая сложность. То есть у нас тут все намного дешевле. И как бы при этом все очень, это, и жизни много. Это как бы даст нам фору? Или все-таки будут какие-то усложнения дополнительные? Так, сейчас у нас тут немного шаров пройдет. Это норма. Я, наверное, буду сейчас копить на Абзену Инженера. Чтобы его поставить, надо подумать, где. Так. Куда-нибудь сюда я его хотел, наверное, поставить. Вот здесь. Или вот сюда. Наверное, вот здесь. Давайте, ладно, сюда я его быстренько поставлю. А то шары уже начинают идти. Сейчас мы, конечно, будем копить на нашу банановую ферму. К сожалению, на этой карте их так много не поставить. Поэтому будем использовать много обезьян-флибустеров наших. Так. Цветы, кстати, раскрылись. Если вы не знали фишку этой карты, то эти цветы можно лопать, и они на некоторое время будут станеть ваши шары. То есть они будут на месте стоять. И это, на самом деле, очень прикольно. Это может помогать. Я сам об этом узнал по случайности. Я думал, что это просто декоративное. Вот знаете, как? На ледяной карте есть пингвины. Ты просто на них тыкаешь, и они там в озеро плывут. Так, и тут я думал, ну ты просто их лопаешь, они вообще ничего не делают. А они, оказывается, еще и помогают. Так-то. Так, 600 надо. Все. Масштабное производство есть. Десятый раунд у нас. До появления босса 29 раундов. Как бы еще нормально. Еще успеем прокачаться. Единственное, что я до... Ну, до записи этого видео решил проверить, куда бы нам лучше поставить эту обезьяну ниндзя. И такой подумал, вот если вот на вот эту штуку ставить, то все получается так хорошо, довольно-таки, с учетом того, что она не видит преград. И как бы все нормально. Но прикол в том, что он эти липкие бомбы вообще не стрелял. С этим была максимальная проблема. Поэтому в этой игре я попробую исправить эту же ошибку. Так, давайте немного прокачаем нашего инженера. Это какие-то проблемы возникают. Я попробую по-другому сделать. И поставлю ниндзя куда-нибудь вот сюда. Чтобы он с самого начала уже начал стрелять своими липкими бомбами. Которые нам так нужны. Так, 15 раунд. Блин, проблема. Так, я надеюсь, что с кнопками будет получше. Сейчас нам немного хп отнимет. Но я надеюсь, что Бенджамин нам потом все восстановит. Вернет обратно. И наши хп утраченные, которые мы заслуживаем. Которые нам так нужны. Так. Все, рынок у нас есть. 18 раунд. Первый рынок. Мне кажется, это неплохо. То есть, по времени очень даже хорошо. Двойной пистолет тоже бы прокачать. Как бы это очень полезная прокачка. Очень многое дает. И я так понимаю, что нам надо это сделать. Потому что... Проходит. Некоторые шары проходят. Сейчас он быстрее пройдет. А то что-то долго-долго. Так, все. Двойной пистолет есть. Так, тут тоже масштабное производство сделаем. И будем прокачивать наш второй рынок. Не знаю, сколько мы будем копить рынков до сорокового раунда. Но я хочу минимум четыре попробовать. Может быть, получится что-то больше. Так, второй рынок у нас уже есть. Тут камуфляж. Нормально. Пускай проходит. Пока ему можно. Так. Сейчас еще один рынок будем ставить. Точнее, как копить на него. Потому что он не из дешевых. Инженер, к счастью, пока что справляется. И я тут вспомнил, что... Нам нужен алхимик. Так. Вот, теперь мы прокачали. И на следующем раунде свинец нам будет не страшен. Да. Собственно, как я и говорил. Очень быстро мы его уничтожили. Все. Есть еще у нас теперь один рынок. Копим, копим. Дальше, дальше. Идем, не стесняемся. Правда, я бы еще прокачал вот эту обезьяну. Потому что очень скоро нас ждет камуфляж. Причем в большом количестве. А эта обезьяна очень хорошо с ним справляется. Это нам очень пригодится. Так, кстати. ХП у нас уже восстановились. И даже ушли в плюс. Что очень здорово. Так, 4 рынка есть. Я пока не знаю. Копить ли нам на пятый. Как бы с одной стороны это можно. Но с другой надо ли все это. Может лучше мы покопим. На всякий случай. Сделаем, чтобы у нас все получше было. Так. Сюда можно пока что вот так вот прокачать. И будем все-таки качать нашу обезьяну ниндзя. Главное ей вот эти вот липкие бомбы вкачать. А дальше уже будем смотреть, что да, как у нас все будет. На оставшиеся деньги. Будем прокачивать уже все остальное. Все-таки 4 рынка. В самом начале я считаю это неплохо. Первый рынок-то, посмотрите, он уже окупился. Очень даже хорошо. Даже второй окупился. Третий. Ну, практически. Ну, там еще немного на денег. О, все, липкая бомба уже есть. Так. Это меня очень радует. Я бы еще хотел сюда поставить шпликомет. Или не сюда бы его поставил. Куда бы лучше. Ладно, давайте все-таки я здесь поставлю. Форсаж тут даже ему сделаю. Блин, ну уже 39 раунд. На самом деле стремно. Я не знаю, готов ли я к этому боссу или нет. Так. Зато сразу же, вы посмотрите, уже есть эти мины. Все, бить само опту тоже у нас есть на всех случаях. Так. И сейчас у нас прям в разы все лучше идет. Вы посмотрите, у него уже сколько хп снеслось. Я пока вот эти вот скилл буду на всех случаях держать и использовать его крайним случаем. Так. Деньги нам надо все равно пока что использовать. Потому что проблем вроде бы никаких нету. Так. Да. Уничтожаем. Уже половина есть. Ну даже большая часть. Почему он не уничтожился? Подождите. А если мы вот так вот перезайдем? А я не понял. Так. Продолжить. Он прям там же вернется? На том же месте будет или как? Вот. Сейчас мы вроде бы все уничтожили. Так. Ну я бы тогда... Что бы нам сделать-то тогда? Я пока без ускорения поиграю. Потому что на самом деле волнует. Есть за что поволноваться. Фух. Я как понимаю все. Теперь мы должны пройти. Первый класс уж точно. Фух. Все. Так. И конечно же, что мы сейчас делаем. Ставим наши рыночки. Так. Вот еще рынок. Нам практически на еще один должно хватать. И немного делаю границу, чтобы если что мы здесь ставили обезьян других каких-нибудь. Так. Теперь у нас аж 7. Рынков. Так. Немного сейчас камуфляжа пройдет. Но да ладно. Не так страшно. Если что, переживем. Вот здесь можно флибустеров поставить дополнительно. И будем их действительно уже начинать прокачивать. Чтобы у них все копилось. И больше урона наносилось. Так. Этот пусконовский камуфляж уйдет. Будет у нас пиратом. Как раз дополнительные эти... Уносить муабы, которые нам так мешают жить. Так. Этот тоже здесь делаем вот так. И все. Пока что будем идти дальше в деньги. Чтобы больше денег накопить. Хотя, если честно, я не знаю. Стоит ли нам всем этим сейчас заниматься. Потому что до босса уже один с раундов осталось. Как бы не так много. Вау. Какой пулемет дикий. Очень классно. Я даже уже не помню, что он вот такой вот полезный. Так. Все. Наверное, пока что рынка все-таки нам хватит. Или может последний поставим. Это вот вообще хочется и хочется. Ладно. Ставим последний. И теперь будем смотреть, кого бы нам сделать. Как бы против лича очень полезен... Этот. Друин. И я только сейчас, кстати, вспомнил, что против лича ведь нельзя эти бафы всякие использовать. А я хотел поставить алхимика на вот этот вот вечный отвар. И хорошо, что я вспомнил. Потому что этот вечный отвар бы нам только все испортил. Реально он бы нам так помешал. Так. Куда бы нам поставить? От наших друидов. Если честно, я даже не знаю. Может быть, куда-нибудь сюда. То есть этот друид будет и вот здесь. Все, видите, вот здесь. И как бы неплохо. Давайте вот так вот его прокачаем. Ну да, по радиусу, если посмотреть, то вроде бы неплохо получается. Так. Тогда этого инженера вам продаем. Этого алхимика мы тоже продаем. Ставим тут еще. Тут еще ставим. Денег, кстати. Что-то у нас так много. Почему тут Х5 уже написано? А ставим-то тут Х3. Нас обманывают. Что за лучшая провокация? Блин. Тут, кстати, проблема. Видимо... О, этот точно будет бафиться, к счастью. Так, тут Х4. Но нам его надо до Х5. Это точно уже докачать. Блин, какое я проблемное место на самом деле выбрал. Что-то я уже даже не знаю. Пожалел немного. Ну да ладно. Так, все, тут вот он Х5 у нас стоит. Купим деньги. У нас надо еще 10 тысяч. Подожди, где опять проблемы. Как это? Не может быть. Я в это не верю. Продолжить. Видимо, сейчас мы будем продавать пару рынков. Чтобы сразу же накопить. Так, давайте вот тебя продаем. Тебя продаем. А он хиляется от этого? Да ладно. Зато сейчас ему уже не отхилится. От моего невероятного урона. Хиляйся сколько хочешь. И теперь мы обратно ставим эти рынки. Ну, что поделать. Я не знал, что все так будет. Но зато теперь проблем никаких нет. К счастью. Правда, я не знаю. Ну нет, так-то нормальный радиус. Неплохой. То есть он довольно-таки долго будет бить. И все. Еще второй класс у нас уничтожен. Идем дальше. Потребовалось продать их на рынке. Аж два. Ну да ладно. Так. Деревню бы нам тут еще, вы знаете, так вот поставить. Как бы ее поставить? Не все, конечно, будут помещаться. Но да ладно. Тут вот еще мы радиус увеличим. То есть вот не помещаться только вот эти вот две. И вот так вот сделаем. Теперь они будут пробивать любые типы шаров. А это то, что нам и надо. Так. Что бы я еще поставил? Вот, наверное, флибустеров вот сюда. Да не сюда. И начал бы их вот так вот на деньги скачивать. Чтобы они нам приносили больше денег. Так. Оба забрали. Вау. А я даже и не знал, что у нас это сработает. Так. До следующего босса у нас 14 раундов. Так-то... Еще много времени. С учетом того, что у нас еще такой друид. На самом деле он действительно очень прокачанный. Поэтому мы можем даже не беспокоиться за следующий класс. То есть мы его спокойно должны победить. У нас теперь вот эти флибустеры тоже начали деньги приносить. Это очень здорово. Это то, что нам надо. Так, давайте дальше-дальше. Больше денег нам надо. Как раз же вот эти флибустеры тоже будут наносить урон. И это все потом нам пригодится для нашего парагона. Так. Ого, оживем. Прокачиваемся. А тут никаких у нас проблем нету. К счастью, действительно наносит очень большой урон всем. Даже эти флибустеры. Ну реально. Друид очень хорош. Так, тут. Еще. Неплохо. Нормально вообще идем. Персональная надбавка. Кстати, забываю что-то скилл Бенджамина использовать. Хотя он очень даже полезный. Не знаю, что это я такой. Забываю про него. Хотя про этот скилл реально лучше не забывать. Так. У нас уже таких 6 флибустеров. Значит, по деньгам уже должно быть фразы все лучше. Только, к сожалению, с каждым раундом... Раунд длится все дольше. И как бы мы будем хуже получать эти деньги. Хотя, вроде бы точно так же и с рынками будет. Поэтому... Ладно. Забыли. Все нормально. Посмотрите, уже почти по 5000 урона. Один с дроидом вообще-то 50. Неплохо. Ну, зато дроид уже 100 тысяч. Так. Нам бы на вот это накопить, на авианосец. Потому что он тоже будет наносить очень большое количество урона. Давайте даже посмотрим. Конечно, у вас, наверное, сейчас весь экран будет в этих пульках. Я надеюсь, что это не так будет вам мешать. И все будет хорошо. Так. 75-й раунд. Наверное, я буду на центральной рынке сейчас копить. Так. Давайте уже даже первый уже поставим. Так. Проблем никаких нет. Да и, думаю, с следующим классом мы действительно спокойно справимся. У нас один дроид должен наносить большое количество урона. А с учетом того, что мы тут еще как бы флибустеров так поставили, многие прокачали, действительно. Что-то... Большая надбавка к урону должна быть дополнительного. Так. Опа. Еще два раунда. Еще, наверное, даже на один центральный рынок успеем накопить. Как-то так все успокоилось. Аж непривычно. Что-то креско-тихо. Это, знаете, как затишки перед бурей. О, пошло. Опа. Все нормально. Все как надо. Вот, вы можете, кстати, заметить, что уже раунд длится очень много. Намного дольше, чем обычно. И тут опасно было, реально. Но мы, к счастью, справились. Я бы еще вот здесь поставил, чтобы наш пылькомет видел камфляж. До него не доходило ни одного, ни один из шаров. Это обнадеживает. Так. И, видимо, к 80-му раунду мы даже на еще один центральный рынок успеем накопить. А что, я не против. Для нас это только лучше. Что мы сможем больше заработать. Что? Он появился. 245 тысяч хп. И адруид прям вообще не дает ему отдохнуть. Вы посмотрите, он уже ему нанес 40 тысяч. Причем без труда какого-либо. Даже хочу проверить. Посмотрите, как тут копится все это. Это очень здорово. Это очень классно. Плюс им все-таки адзина ниндзя тоже помогает. Но пока что именно друид вносит прям большой вклад. Давайте тут еще вкачаем. Про вот этот что-то я забыл. Надо будет его потом прокачивать. Не забывать тоже. Так. 80 тысяч мы уже снесли. Посмотрите, что. Блин. Опасно. Надо опять перезаходить там. Смотреть. Я надеюсь, что. Все нормально будет. Они уже тут рядом. Нет, опять не то. Да как же так? Почему сейчас тут это подстало? Так. Сейчас попробуем что-нибудь по-другому сделать. А, и тут этого не хватает. Тут когда идет. Да блин. Что это такое? За что? Почему? Почему такие сложности? Ну, причем, знаете, очень тупо. Очень реально тупо. Все выходит. В этом плане. Если так. Опа. Что, стопится? Ну, стопится. Реально стопится. Так. Все, наконец-то мы тут уничтожили. Он опять вот ваткред. Ну, блин, друид. Какие проблемы все такие. Лучше все-таки нам здесь его поставить. А, тупанул. Подождите, опять перезаходим. Не, нам сейчас продавать никого нельзя. Продаем только на вот это вот. Когда все закончится. А, мы, кстати, опять здесь? Тогда мы вообще... Спасены. Хотя, Хотя, что-то я не понимаю. О, нормально, нормально. Так. Не знаю. Кого бы нам тут поставить? Чтоб больше урона было. Лучше, конечно, нам еще вот его добавить. Правда, его надо будет очень много так прокачивать. Что-то я ничего не вижу. Так. Уничтожься. О, фух, он уничтожился. Последние 30 тысяч осталось хп. А друид уже ведь толком, наверное, не дамажит. Не, дамажит, слушайте. Пока что он его видит, несмотря на то, что он как бы уже не в его радиусе. Но у него настолько большая моделька, что все входит. О, на самом деле, это было очень опасно. Я его недооценил. Видимо, потому что забыл уже, каково это. Как это с ним вообще играть? Блин, подстава. Обидно, знаете, из-за этого. Так. Ну, мы живем. До следующего босса, ну, как бы еще много. У нас раундов, а они сейчас будут длиться долго. Довольно-таки долго, реально. Так. Как вы можете заметить, этот раунд как будто вечный. Так. Торговую империю мы вкачиваем. Пускай у нас будет она самый первый такой вот флибустер. Чтобы нам больше денег приносило. Даже тут добавим сразу для этого. Чтобы у нас бонусы были. И потом будем других прокачивать. О, неплохо. Так. Ну, все. Наверное, пока что хватит. И не зря на всех случаях вот этого снайпера я все-таки здесь поставил. Он тут будет видеть все, и это ему очень пригодится. Все, дротикомет. Сюда можно поставить, и будем его потом прокачивать. И здесь будет очень классно, с учетом того, что он, ну, не видит ни одной из преград. Для него это прям идеально. Но пока что нам не до него. Потом пускай там стоит. Так. Флагманский авианосец. Тоже, кстати, очень полезно. То есть на него ведь можно будет кучу всего поставить. Ну, пока тоже этим не будем заниматься. Все. У нас все вот эти флибусеры так прокачаны. Забираем себе. Уничтожаем. Ну и все. Видимо, начинаем копить вот эти вот 500 тысяч. Хотя я не знаю, на самом деле, к сотому раунду спеем ли мы накопить или нет. Потому что, как по мне, в этот раз у меня довольно-таки все скудно выходит. Как-то по деньгам. Хотя, может быть, успеем. Сейчас я тут еще центральные рынки прокачаю. О, вот тут. Все берем, все берем. Может быть, из-за того, что здесь не так много места. И мне получилось разместить 10 рынков. Хотя, можно было бы, если постараться, еще пару вместить. Но будем выживать из того, что есть. Сколько есть? Только есть. 11 раундов. 20 тысяч есть. Осталось, ну, 480. Всего лишь там. Так? Нет, кстати, нормально. У нас уже 40... Ну, почти 50 тысяч есть. Что-то я зря так наговорил. Все вообще нормально. И, кстати, на следующем классе нам друид уже... Ну, почти будет бесполезен на самом деле. Поэтому... Наверное, я буду его продавать. А это еще дополнительное большое количество денег. То есть, пускай он пока что постоит. Если вот мы его продаем, это 42 тысячи, и каждый тут еще стоит по 4 тысячи... То есть, это минимум 65 тысяч мы выручим. Неплохо. Плавим того, насколько нам сейчас нужны деньги. Ну, 100 тысяч мы уже накопили. Довольно-таки быстро все-таки это у нас заняло по времени. Плохо. Так. Идем дальше. Сейчас еще самих этих раундов мы будем накапливать большое количество монет. А тут еще наши флибуферы. Наши рынки невероятные. Я как раз-таки недавно зашел в статистику и узнал, что у меня банановая ферма. Это самая популярная обезьяна. Ну, как там? Это, конечно, башня. Ну, да ладно, будет обезьяной. И с этим тяжело поспорить, с учетом того, что в последнее время я действительно... Действительно, очень много выполняю всяких испытаний от вас, прохожу боссов. А все-таки без деревень, без этих ферм ты далеко не уйдешь абсолютно. Будет очень много проблем, очень будет все сложно. Но сейчас еще все пока нормально. Так. Смотрите, это ведь в основном все обезьянов-любостер так наносит. Конечно, тут еще обезьяна... А, ну, посмотрите, 30 тысяч с учетом того, что мы в нее как бы уложили совсем чуть-чуть. Так, вот, используем тут все. Сейчас пока нет проблем. 150 тысяч урона. А тут уже 350 тысяч урона. Так. 250 тысяч у нас фигеет. Это половина. С учетом того, что мы продадим дроидов, это уже 300 тысяч с лишним. У нас еще 4 раунда. Так. Я даже не знаю, успеем ли мы за 4 раунда накопить... О, приличное количество денег. Надеюсь, что все успеем. Так. Идем, идем, идем. Что там летит? Не торопится. Но это все из-за нашего снайпера классного. Надо будет тоже, кстати, вот это ему прокачать. Все-таки очень полезный скилл. Оба забрали. Это я не влюбустировал. Вообще классно. Вы посмотрите, так. Нанесла уже 450 тысяч урона. Так-то очень много. Так. 300 тысяч у нас есть. Ну, мы продолжаем идти. Продолжаем. У нас еще минимум 2 раунда. Ну, пока что друид нам реально нужен. Потому что тут очень много дирижаблей. А он им наносит большое количество урона. Ну, мне так кажется, лично. Ой-ой-ой, там проблемно было. Ну, мы прошли. То есть все неплохо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, на самом деле, очень страшно. Так. Что я вам могу сказать? Этот раунд наступил, но мы до сих пор не накопили. Поэтому давайте быстренько продадим, пока мы его не так еще раскормили. Видимо, нам еще надо будет пару рынков продать. Все. Морской наварх. Давай. Уничтожь его, пожалуйста. Быстренько. Степень парагона 30. Неплохо. Идем. Смотрите. И все. И урон по нему пошел. То, что нам и надо. Все. Мы со всем справимся. Так. Что у него по урону? Как копится? Где ты? Почему его? Курсор. Вот. Я нашел курсор. Посмотрите. Да. Не зря я все-таки решил там продать. Я в итоге с этого урона. Как это максимально быстро произошло. Все. Четвертый класс пройден. А мне так кажется, с пятым классом у нас так же будет. Посмотрите. Как он просто забирает их. Все-таки наварх это такая вещь. Мне кажется, это мой самый любимый парагон. Вот реально. То, что он может творить, это далеко не каждый может. Тем более, ну, парагоны, они, конечно, все очень сильные. Ну, как-то наварх, по мне, он действительно себя показывает лучше. Лучше всех остальных, пока что, которые есть. Вообще, как мне кажется, каждый новый парагон, он сильнее предыдущих. То есть, первого анонсировали это лорд Владыка Плазмы, вот этот вот. Как бы он тоже сильный. Потом сразу же господин Глев. Ну, они вышли в одном обновлении, но все равно вот так вот все получается. И как бы Глев довольно-таки сильный. Все мне писали в комментариях, что он даже сильнее Владыки Плазмы. Потом у нас вышел парагон Обезьяны Ниндзя. От которого тоже все с ума сходили. И действительно, он тоже очень сильный. Как он ушками, точнее, бомбами взрывает. Какой урон наносится, это тоже очень большой урон. Это тоже очень классный. Но сейчас, когда у нас есть вот такой вот наварх морей. Морской наварх. Это вообще... Сколько он там урона нанес? Это вот 5 миллионов, да, если я не ошибаюсь. Сюда уже 5 миллионов. Это очень круто. Не знаю, на что мы копим. Мы уже накопили 200 тысяч так. А на парагоны Обезьяны Ниндзя, я так думаю, бесполезно копить. Потому что там слишком много надо. Мы бы, конечно, смогли накопить, если бы я в этот момент уже старался. Ставил бы сразу бы новые фермы, там вот это вот все. Потом бы мы все их продавали. Ну ладно, и так нормально. Мне больше понравилось в том, что когда он только появился, я начал все продавать. То есть он регенился в этот момент, и ему было максимально легко. И после того, как я поставил этого наварха, как у него все хп посыпалось. Просто ему ничего не дали. Ну это очень классно. Так. Давайте тут это прокачаем, тут это прокачаем. Просто будем готовиться по максимуму. Уничтожитель Муап давайте прокачаем. Все, мы готовы. 7 миллионов урона уже. Вау. Не, это реально вау. А у нас же вот еще вот этот есть скилл, который запросто засасывает фиолетовые дирижабли. Такая тишина была, я сейчас сплылась. Все. Последний наш этот. Класс. Он от чего-то похилялся, если честно, я не понял, от чего. Хотя, от чего он может похиляться-то? Ну да ладно. Так, в любом случае, пока что... Очень большой урон ему уже нанесли. Так, идем дальше. Уже снесли 700 тысяч ему. Ну и в основном это, конечно же, наш навар в мари. Больше миллион... Ну, половина уже снесено. А он еще... Ну, он всего лишь чуть-чуть прошел. Ему как бы еще летать и летать. А мы уже ему это... Мы ему уже говорим, опустись на землю. Ты многого хочешь. Ты сейчас... Исчезнешь. Чем просто... Наш навар поглотит. 12 миллионов урона. Вообще, это очень круто. Так. Последние 300 тысяч осталось. Чтё, его больше нету. Мы прошли, мы справились. 124 раунда. Чё здесь, там даже взрыв какой-то. Интересно, что это было. Прикольно. Так, объем звезда, это, конечно, наш навар. Почти 13 миллионов пробито шаров. С учетом того, что всего у нас было пробито 16,5 миллионов. И из них почти 13, это от нашего парагона. Пробито мап 6,5 тысяч. Башен размещено 43. Это успех. Блин, классно. Всё. Мы справились. Это очень здорово. Я не знаю, может быть, потом буду проходить элитного. В любом случае, посмотрим. А на этом, наверное, я буду заканчивать серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И пишите комментарии. А с вами был Диктофон. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.